Я вновь всех поприветствую, напомню, что в студии Киберарена ТВ находится Слэм, и мы с вами смотрим Fnatic Counter-Strike 1.6 League, 1.6, а что на английском сказал? 1.6, Counter-Strike 1.6, старый добрый Counter-Strike, пока что смог скрину команд, не знаю зачем они в принципе его решили делать, но пусть делают, пусть делают. Вообще тут присутствует команда как бы википедиатс, и я думаю, принскрин будут делать просто в любом случае всегда и постоянно. В общем, у нас легло приложение ВКонтакте, если я не ошибаюсь, так что, так что, такие дела. Ничего не обновляйте. Что за команда такая? Это красавчики, просто красавчики. Ладно, ну что, а мы здесь будем смотреть сразу knife round, друзья. И ребята из команды E2G уже начали атаковать. EHMX минусника с ножа. Ну, короче, разрезали неплохо они сейчас шведов, слушайте. Такое ощущение, что они сами-то приехали к нам из далекой дороги, далекой там, где шаурма готовит, и собака. И взяли, порезали лимонных песиков. Сейчас будут точно продавать, скорее всего, шаурму с лимонными псами. Слушайте, можно бизнес прямо сделать, наверное, на такой-то теме. Ладно, здесь минус Атлантис уже прямо на вармапе. Ну, не знаю, в защите лимонные псы начнут. Я думаю, что все будет нормально, начинаются рестарты, все, поехали. И E2G переименовались. Ну что, Дризиар. Мэш, просто MHZ, Острайкер, Атлантис и Киа Шимекс. Можно просто Киу, наверное, его называть, хотя Киу уже есть русский один. Французского не потерпим. Ну и лимондокс, это Зенил Трит, Ника Ферте, Кристалл. Ребята, которые заняли третье место на чемпионате мира. Intel Extreme Masters. И сегодня их первая игра на лиге от Fnatic. Лига приходит в интернете вся, весь сезон. Длится вам будет ровно месяц. Комментировать буду я плюс Тафа. Тафа плюс я. В какие-то дни будет только Тафа, в какие-то только я, например, как сегодня. Вот. Ну и постараемся радовать вас комментариями. Будем надеяться, что увидим красивый, зрелищный Counter-Strike, которого нам так долго здесь с вами не хватало. Здесь пока французы задумали нечто коварное и, опять же, бесцельное. Вот не играют они сразу на контакт. Решили подождать врыва на второй. Врыва нет. А то в итоге Дризер уже прошел на коты. Сейчас будет там просто башка. Скорее всего, должна быть голова. Если будет открываться. Он вообще по каналке. Нет, стоп, отошел просто. Я думал, он по каналке идет раз вот такие пироги. Что не открылся. В итоге смещение на центр. И прием будет сейчас от Крусталя. Очень-очень плотный. Тут плюс еще есть ультимейты. Пошла инпак. Кристал открылся. Три глока. Все, ушел, ушел. Поработал, ушел. Изнил минус. Там просто степляются на центре с французами. В итоге идет катастрофическая перестрелка. Разумеется, в пользу Лаймэндокс. И 4-2. Пытаются тут Ризик кого-то разменять. Но тут пушь в спину от Ника. И на Кристалла просто уже не смотрели. 1-0. Каждый свои ниши-таки сорвал. Так, черт. Ну, статистика первой пистолетки такова, что минус 2 от Кристалла. Ника. Один фраг. Ну, всем почти досталось, кроме 3. Там красавчик. Ну и погиб, естественно, один из Нил. Размены, конечно, давать не надо было здесь. Но сыграли, как сыграли. И с этим уже ничего, друзья, не поделать. Так, давайте смотреть. Подсадку играют на ящик на Медле. Ну, наверное... Ох, деглы французы все-таки взяли. Вот это мэш поставил. Сейчас просто на ура. Хэкшот в Кристалла. Ну, просто перспективно выгодную позицию взял. Моментально уничтожил. Знил. Опоздал закрытием центра. Французы на точке. Бомба, правда, не прошла. Кио минус. Вот это деглы. Вот это деглы. 3 в 3. Должно было быть. Но не произошло этого. И 4 в 2 разворачивается ситуация. Ника врубил здесь колона. Щеленик... Щеленик вспомнишь просто. Ника сейчас... Вот все, что можно здесь добавить к его игре. Если он будет пытаться со своим Фамасом... ...кого-то убить, задоминировать. Ну, как видим, пустые здесь играют псы. И у них нету просто... Никакого прокида, раскида. Ну, выход в плент, окей. Минус 1, размен. И тут тупо 2 дула. Атлантис наставил фрагов. Герой раунда. 1-1. Вот так Е2Г. Вот так Е2Г. Я думал, после пистолетки шведы будут железно набирать. Но вот почему-то... Именно сегодня, именно сейчас... ...мы можем увидеть от них еще и поражение. Вообще, вполне. Ну, потому что сегодня два матча, как бы, уже сыграли. Ну, ладно, первый. Fnatic Moscow 5, да. Там, понятно, Fnatic готовили. 7-5 еще и не своим составом играли. Первый играл на турнире. И более-менее как-то, да, все сложилось. А в следующий матч поляки уступили альтернет. Попытались потащить, но как-то неубедительно выглядели. Хотя молодцы, что просто так без боя не отдали этот D-DAS второй. Здесь же, как видим, первая пистолетка за лимонными псами. А дальше просто ответка от французов. МСЗ просто принимает. Как видим, ну, по раскладам все понятно. Сейчас дризер придется мукать. Тут уже стоит. О, страйкер. Нет, все-таки минус 2 от него. Знил там, правда, добил Ника своего, но ничего страшного. 2-1. Нет, Вагай впереди. Ну, что ж, ждем бая от шведов. Скорее всего, бай будет не сейчас. Бай будет на next round. Здесь рисковать какую-то волю делать смысла нет. Можно взять Дигля к кому-то, кто уверен в себе, и пострелять. Вот Фюрте решил продемонстрировать ярко уверенный в себе. Взял Дигл и будет, наверное, пытаться работать с ним. Ну, а мы посмотрим, что делают здесь французы. Как видим, разбивают каналки, скорее всего. Ну, да, это сплит. Это сплита. И сплит будет, наверное, несколько тайминговый. Ну, будут очень-очень долго ждать коридоры. Во-первых, там безопасно придется подсадить. При том, что большинство шведских команд играет. Как раз-таки с ними в защите. Ну, тут решили ворваться просто в аркаду. Минус 2 от 3. Это минус от Знила. Вот это закрыли, а! Хороший план в исполнении шведов. Знил вообще вот накрыл очень хорошо. Но, к сожалению, как видим, впоследствии. Вышел на КТ, открылся, отдался. Остался Фюрте. Так, девайсы они идут забирать. Фюрте забирает Кольт. Вот вам приколюхи начинаются. Ну, тут уже просто знают, где Фюрте находится. С центра нету, не пришел, не закрыл перекрестным огнем. Значит, пойдет тоже с девайсом. Эх, так бы мог с пистолета выйти, в принципе, пораньше. Но почему-то не рискнул. Почему-то он не рискнул это сделать. Как видим, это будет простое выжидание. Он уже реально понимает, что тут 3-4 секунды, чтобы сделать минус 2. Этого мало. И вот здесь МШЗ добивает, друзья. 3-1! 3-1, Е2Г впереди. И шведам сейчас предстоит сделать легкий камбэк по раундам. Ну, вообще, два подряд это третий стабильный закуп. Как бы, даже если проиграют. Так что, надо на это сейчас как-то апеллировать и стараться именно делать, 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 делать. Прямо вот на этом факте. Замкнуться и делать. Так, снилника поджим Зиги. Очень агрессивно. Вот она. Вот я вот говорил вам про каналки. То, что шведы играют, в принципе, вообще всегда так. Так, и там сейчас уже начнется кроволольный замес, потому что первые принимающие есть. Там у тебя сейчас будет просто выходить. Прошла перестрелка. Как видим, там уже есть пятна крови на стене. Пытаются прострелить друг на друга. В итоге выход. Спрей! Кристалл минус 2! Вот так подловил! Уже все хорошо, уже все хорошо. Дризер, конечно, побежит сейчас как можно быстрее разменивать. Если там кто-то есть. Кристалл пушит дальше. Дает третий фраг. Так, это уже минус 3 в раунде. И уверенно, они занимают просто коридор полностью. Атлантис минусует Фюрте. В этот момент осуществлен был проход Атлантисом на точку. Но вот с метлом, конечно, хорошо отрезали Кристалла. 2 в 3. Так, шведы теряют преимущество потихоньку. Но нет, Никер здесь прекратил попытку дать ответку. Остается Киашимакс 1. И... Выходит тупо в перекрестный огонь. 3-2. Даже не переживает. Еще нужен раунд и мандок, чтобы сыграть 3-3. Вообще, они здесь должны как бы доминировать. Вроде бы сильнее. Но я думаю, в атаке самое интересное мы увидим от шведов. Ну и немного французского контрстрайка. Но атака здесь у них будет медленнее чаще всего. Вообще, французы предпочитают медленный стиль игры. Быстро. Ну, быстро это не их стиль. Это не их конек. Я не знаю, как еще это можно описать. Можно вообще по-разному говорить. Много говорить. То это или не то. Так, Дризер. Минус Фюрта. Трит. Гранаты. Это минус 2. Вот так вам прием. Есть коты. Кристалл. Человек второго. Видел игрока. Атаки. Минус Атлантис. Все. Осталось только коты добить. Вот поспешили французы. Не стали играть медленно. Такое ощущение, что у них разница чувствуется в стиле игры. Ну, вот кто по опыте не играет медленно. И кто бы новичок еще не сыгрался. О-хо-хо-хо-хо-хо. Видели, что произошло? Чувак, короче, убегает. Ловит через стену в голову. Выходит, то страйкер пытаясь замкнуть вот эту цепь спрея, которая на него. И выцепить кого-то на халяву. И тоже получает по башке. Неприятно, неприятно. А теперь нужно просто халдить, как грязное трусливое животное. Но я думаю, это долго не продлится. Здесь я из Нил, который, в принципе, решает все вопросы. Ну, потихоньку. Первый вопрос решил. Второй не решил. Но, в принципе, ник удал. Ника здесь забрал. 3-3. Красиво замкнули центры. Не дали отойти. И в преимуществе двух игроков завершает раунд имон-докс. Ну, вот теперь 3-3. Теперь уже можно французам взять одно очко. Но денег-то нету. Не дают набить экономику. Будут бриться. Будут биться, бриться. Не знаю, скрипеть зубами. Ну, потому что тяжело же. Тяжело же все-таки парням. Все-таки сейчас эти ребята из Е2Г играют, наверное, самым титулованным соперником, который мог им вообще попасться просто. Притом, что состав-то у французов новый. Тут выход 1-ка. Там Ника дает просто крутя вообще жесткого. Минус 2 собрал. Его, конечно, взорвали. Но не результативно. Просто дождался. На Дуде уже 2 игрока есть. Триту нужно вбавить. Бачки! Вот это французский стиль. Понеслась. Ну, Ника все равно здесь тверд. Минус 3 стабильные. 2 глока остались. Минус 4 от Ника. Ну, это эйс. Надо эйс. Нет, эйса нету. Просто кристалл добивает у страйкера. Нет, свои фраги в ТАП получит, но... Это, опять же, не результат. Ну, французы поставили бомбу. Это значит, 2 раунда закупа по-любому будет, даже если проиграют. Ну, только если в сухую не проиграют. Вообще, когда атака доходит до точки, ставится бомба, разыгрывают на бомбе. Притом проигрывают потом выбивание. Это уже... Говорит о том, что что-то с защитой не так. Ну, или просто... Атака жадная. По-еврейски. Денег хотим, денег хотим. А вот, может быть, не будет этого. Давайте наблюдать за тем, что сейчас покажут. Е2Г, Адризер. Кеошмакс вдвоем. По-моему, это фасплит. А, и в итоге пошли первые флешки. Там каналку снова занимает. Трит плюс кристалл. Трит уже не выйдет. Фюрте один в пленте. Он еще с айвиком сразу лоит в голову. Трит минус. Э, Машзат минус 2. О, боже мой. Как Трит принял просто. Ну, ура. Красный же остался. Ника добавил. Ну, здесь минус 3. Это уже схематично будет действовать. Сейчас Кеошмакс ставится бомба. Минус дал. 2 в 3. Знает то, что 2 на выбивание. Один. Вот о кристалле. О кристалле ничего не известно. Он открывается с каналки. И в расплох моментально застает эту бомбу. До нее не доходит. О, страйкер последний. Бомба в пленте. Все, есть инфа. Главное, не вылезать. Ну, давайте посмотрим, что этот парень. Здесь 14 хп. И, по-моему, это брак от кристалла. Да. Ну, минус 2. Итоговая в раунде от кристалла. Вот на точку-то вышли хорошо, но не знали. Не знали и не запомнили, что чувак есть в каналке. Вот кристалл открылся, убил ключевую бомбу и все. А так бы, поставив, сыграй. Если бы убили бы кристалла, то сыграли бы. Один бы в качестве поджимающего. Один бы на пленте просто отбивался. Там, кидаешь флешки вверх и все. Кидаешь флешки вверх, на тебя бегут. Всем наплевать, а твой поджимающий делает за тебя всю грязную работу. Здесь, как видим, игра через второй квадрат. Опять бай, разумеется. И тут поджим пошел. Мне вот интересует, что здесь будет с медлом. Так, ну тут чек на чек, конечно, жесткий. Ника минус зиги. Первый делает. Кристалл запирает. Ника граната. Минус 3 в итоге. В целом 4 в 1. Ну, кешу макс лас тут нет. Стоп, тут еще дризер живой. 2 хп, лол. Хэдшот в Ника. Кристалл минус. Ну что, будет выходить на пуш? Давайте посмотрим. Ох, какая банка сейчас полетит. Но не в ту сторону. Все, спалился игрок. Атаки тут слеба. Нет, на отходе забирает. 2 в 3. 2 в 3. Это печаль беда. Фертет чекает сейчас отходящего. Стреляется хэдшот. Один в одного. И это уже интересно, друзья. Это интрига. Кешимак знает, что 3 скорее всего где-то в спине. Он мог отходить на точку. А3 пытается догнать. Но все, поздно. Дуга пройдена. Самый зловейший этап просто этим игроком сделан. Это его звездный час. Если берет четвертую очку по своему коллективу, я думаю, парень долго будет ловить полезняхи. Но вот тут еще есть один аргумент, который подсказывает мне, что бомба может быть на А. Это 34 секунды. Это просто, не знаю, нереальное количество времени. Чтобы попытаться тут походить слева направо, справа налево, пооблазать все нычки и поставить, в конце концов, бомбу на последних секундах. Ну, 3 посмотреть, как аккуратно сыграл. Он не стал бежать в спину, чтобы козни ему не настроили. Просто вышел мидл и опять чуть-чуть опоздал. Буквально на секунду. Вот у 3-то очень хорошее чувство игры. Он понимает практически все, что может сделать соперник. А сейчас он, наверное, будет очень рад, что удивится. Да, все, он понял. Услышал бомбу. Он сейчас сам, наверное, очень рад, что бомба стоит. А вот Кешумакс уходит у нас на кота. Тут дефьюз и понимает, что бомба с котов. Стрельба и минус от 3-то! Это 6-3, друзья! Это 6-3. Вот так вот 3-то не сдается. Ну, чувство игры у него просто великолепное. Тайминг почувствовал. Темп соперника знает. И разыграл просто великолепно. Не, француза тоже стоит отметить новенького. Но не хватило ему здесь, конечно, опыта потащить. Бомбу вообще следовало ставить закрыто. Вот если посмотреть демки, взять за совокупность. Вот все их там за 100%, да, то в процентах 70 таких, да. Чувак ставит бомбу, просто в планете прячется либо от котов, но бомба стоит все равно в точке. Тут надо заставать врасплох врага. Ну и Фюрте начинает это делать. Сразу минус 1, сейчас будет минус 2. Не-не-не, не дошивает. Не дошивает, но дмей же дает нормально. Мэшзер минус 30, либо Фюрте минус ос, прием! Ну вот полез уже, поломился с USP. Слишком зря и слишком рано. Надо было подождать. Его тиммейты, как видим, принимают на перемышке стягивающихся игроков нападения. Это минус 2 просто от Кристалла. И из него ставят со своего коронного оружия Атлантицу Головашот. 7-3. Первая половина пока под дудку шведов. Ну, проиграли, конечно, первые раунды, но ничего страшного. Ну, может быть, на это едва и рассчитывали, что 3 очка они возьмут. А что же дальше-то? Что же дальше будет, друзья мои? Пока ведь не ясно. Давайте смотреть. MHZ, Киашумакс, Атлантис, Дризер, Дризер, Центр. Так, минус от Кристалла. Первый. Диглы, блоки. Ой, какие все сладкие-то выходят. А как живой-то ты остался? Непонятно, никто не посмотрел. Видал, вот это встал так встал, а? Прям, ну, БК за рога не берет, но встать может куда надо. Как он живой остался за этим ящиком, я вообще без понятия. По-моему, здесь сейчас просто французы показывают, что реально, ну, не тот они уровень. Не тот они уровень. Вернее, Лимон Докс доказывают, что не ровнее они будут нам, не ровнее, но только на этой карте. Вообще, на самом деле, вот с французов, вот тот страйкер, это очень древний игрок, у него опыта там много, но выиграть у него чего-то не получалось. Ну, кроме ЕПСа местного, который у них был во Франции, не пользовался популярностью. Так, поджим. Пошел на кота против девайсов. Мы тут зашли на коты, прием от Дризера с разменом, попытка ухода, еще кто-то открывается. Но это уже риск, жесткий риск, фюрте, здесь не прощается-то со своей стрельбой. Изменок ключевой из трех игроков выходит на второй квадрат, как видим. Будут пытаться разыграть уже здесь, там единственный, кто это Ника, готовый принимать. И, скорее всего, первый минут за ним уйдет. Ну, будет зависеть от того, как сыграют на чек с зигзагом. Вот это ж да ты, батюшки! Но страйкер догнал, догнал здесь, прям в воздухе поймал на прыжке. Пришел, знил, разменял сразу. Ну, Оза дает прострел во второй квадрата, Мэшзэд Ласт, один в три. Я думаю, что вряд ли у него тут что-то получится. Но шведы, как всегда, любят пятой точкой или спиной вставать к сопернику. А Трид уже чувствует, посмотрите, Трид уже чувствует просто, что останется сейчас один на один, если его не будут слушать. Хотя нет, знил послушный, знил послушный, просто держит Б спокойно. Смотрим на Мэша, за ним, в принципе, сейчас будут ключевые фраги. Скорее всего, даже если он убирает Трита, ну, Трит красный почти. Если убирает Трита, то это один на один раунд на бомбе, я думаю. Тут можно будет сыграть по-всякому. Оп, все. Трит просто ждал, Трит просто ждал. В итоге будет выходить под тайминг. Вот видите, видите, как он играет? А знил ему даже информации просто 50% не дал. А ситуация-то как сложилась? Это просто бомба, знает, что в планете и просто ждет на отходе. Вот это уже чувство. Это чувство игры. Правда, там дым лег. Это неприятная ситуация. Такс, ну что, врыв. Пошел от знила на центр. И, как видим, забирает все-таки Мэша. Ну, если первый француз, он же товарищ Киашимакс, встал, скажем так, на катах и бомбу ставил на нее, то здесь просто вопреки всякой логике сыграл Мэшзет. Но то, что остался в тупом стоять, не самый, конечно, лучший вариант, но не нам его судить. 9-3. Лэймон Докс пока впереди с огромным разрывом. Для Тускана это жесть. Большая жесть. Выход за 10 очков на этой карте сулит либо быструю победу, либо стыкин в 15-м раунде. Когда вам нужен 16-й, вот вроде бы он здесь, но его нет. Такие дела. Так, ну что, выход готовится сейчас на кота. Трит на приеме. При том, что очень агрессивно играет в четвером. Правда, пока выходили, остались втроем. До трита здесь дело не дошло. Фюрт просто кроет вообще плотно. Здесь попытка сыграть гибко, никакой подсадки не удается сделать. Все равно, а Фюрте уже куча фрагов просто. Все, он там нагло действует. Последний игрок это у Страйкера, ну и с ним расправляется они к 10-3. В одну калитку. В одну калитку. Просто калитос-пипитос. Ничего не сделать. Что самое интересное. Вот как бы французы не старались налево-направо ходить. Постоянно, постоянно они натыкаются на какие-то палки им в колеса, в общем, суют. Такое ощущение, что, например, тут два игрока играют агрессивно. Три играют закрыто. От этого и получается, что мы видим затяжной раунд. Только в ситуации 2 в 2, там 3 в 2, да. Французы, наверное, даже бы преимущество на медленном раунде проиграли. Опять коты, опять быстрая игра. Но на этот раз с деглами. Ну, пожелаем удачи здесь Фюрте. Пока что штопает нормально, трид поддерживает, коты принимают. Остался Мэшзет, Дризер. Подшотов не планируется. Ой-ой-ой, пошли давить минус Дризер. Есть еще один от Фюрте, и Кристалл добивает 11-3. Ну и последний раунд первой половины. Либо 12-3, либо Борода, Печаль. Не, ну, Е2Г уже опасная ситуация. Четырех раундов будет мало. Хотя это интернет, может, в защите начнут штопать. Но выглядели, как уверенно, да. Выглядели просто невероятно. Начинали жизненно так, с пистолеткой. С девайсным раундом не подкачали, ребята. Но вот потом начался разгром. Кристалл Ника изнил, Аркада. Все, второе. Это инфа, ребят, просто. Вот тупо инфа. Знает Ника изнил, что это Риасп. Убирает трит в каналке. Понимает, что это сплита. И сейчас будет врыв медла от товарища изнила. Он выходит. Просто тупо ставит Атлантис. И в итоге перемычка закрыта. Реально понятно, кто куда пойдет. Вот Фюрте, правда, не удалось стрелять здесь с АВП. Не принял она. Смотрим на раскидку от Знила. Его простреливают. Нет, тут надо жестко врываться под флеш, давать гранаты. Но играют на подсадку. Подсаженный у нас кристалл. 35 хп играет. Ой-ой-ой. Дим, плент. Ох, как подпрыгнул-то на ура. Изнил гранату, дал нормально. Но остался последним. В итоге все-таки это, друзья, это все-таки 11-4. Четвертый раунд едва Г себе смогли забрать. Ну и смена сторон. Смена сторон. Видите, один девайсный против девайсов взяли. Но здесь уже просто такой был темп игры у шведов, что они, я бы даже так сказал, слегка забили. Но пистолетка первая, в принципе, и покажется. Смогут ли здесь ЕГЭ отбиваться? ЕГЭ, извиняюсь. Или нет? Опять вот. Сервит конфигурейтед. Бай. Мису Пажор. Прям писемажор какой-то. Дела-дела. Ладно. Понеслась. Кристал Фюрте. Ника Трит. Четыре игрока. Второй квадрат. Знил первый под коты. И это агрессивная игра по центру. Ой-ой-ой. Там же ЮСП. Там же ЮСП. Вот сразу голова. Все. Инфа пришла. Граната. Но не туда она влетела. А они здесь просто в перемычку. Примеликнули быстро. Посмотрите. Убегают обратно на респаун. То есть они вошли во второй. На центр перемычка. Коты обратно бегут к Фюрте. Фюрте. А. Фюрте оставили специально принимать вот этого парня. Который сейчас с ним активно стреляется. И думает, что ему повезет. Но. Фюрте тут уже очень четко выстрелил. И. Французы потерялись. Потерялись. Потому что они не понимают. Куда пошли шведы. Что они сейчас планируют. Фраг был спонтанный. Выводы делать рано. И здесь будет игра скорее всего на Сталибу и с Медлом. Но на Медле самый оптимальный вариант здесь оставаться французом. А вот шведы действуют пока правильно. Фюрте славливает от МШЗ. Оставится бомба. Все. Это уже как минимум воля будет. Если сольют. Но остались на точке. Дризер минусника. Прием с улит катастрофический. Трид зашибает от страйкера. Смена девайсов. Врыв с палатки. Трид. Десант. Ну начинает нормально. Знает, что здесь где-то второй. Два в два. Опасная ситуация. МШЗ. Лат у нас знил. Ну понимает, что тут со всех сторон. Главное сейчас не волноваться. Один может дефьюзить. Второй может поджимать. В итоге выход на точку. Бомба сильно пищит. Пять. Четыре. А дефьюзов-то нет. Ой-ой-ой. От слоу почились. От слоу почились, друзья. Но это же... Ой-ой-ой. Блин. Сбился счет. Ладно. Это 12-4. Если я не ошибаюсь. Да. Все окей. 12-4. Я теперь понимаю, почему Наполеон сливался. Надо было дефьюзу покупать Наполеону. Было бы все окей. Хотя, помните, как было все в первой половине? Взяли же Глоки здесь в ответ. Не, здесь просто шведы железные. Я бы даже стал железобетонным. Железа одного здесь было бы мало. А вот с бетончиком поперло. 13-4. Ну вот шансы на нормальный, красивый поворот событий в пользу Е2Г просто уплыли. Они опустились, уплыли, исчезли, испарились. В общем, все с ними не так. Наперекосяк. Бомба, конечно, была просто суровая. Адская бомба. Тут надо было что-то делать. Посмотрите, французы решили показать нам сейчас просто Fnatic Movie. Вот ММД тогда в мувике это четко показал. Но они все-таки, как видим, подсадили. Brewster's Maps. Оставили одного парня на центре. Но это минимум девайс, если сплит на... А если сплит на B, то... Ну, на B здесь сплит. Это так себе. Просто фаст игра. Посмотрите, без центра играют. Без центра играют. Один подсаженный. Но это 14-4, и розыгрыш уже будет просто против девайсов, на которые хватит денег. Потому что дальше сливать французы себе позволить не могут. Вообще им нельзя было пистолетку проигрывать. В таких ситуациях проигранная пистолетка, это проигранная игра. Ну, какие ж сладкие присели туда. Как грибы выросли. Третий там еще взялся. Сейчас просто, по-моему, Курте немного не почувствовал своего соперника. Ну, Crystal-то точно не почувствовал. Минус 4. Ну, в козыре разыграл. Да, встали. Вообще красиво. Подсадка вроде четкая. Crystal'а добили. Но девайса здесь просто озу не светит. Он сейчас не славил гранату, но из него его забрал. 14-4. Главное, два стоят. Два стоят. А тут третий. Вдруг откуда не возьмись. Получает. Лоло-пыщ-пыщ. Полный. Бывает. Бывает, что я могу сказать. Ну, сыграли красиво французы все-таки. Очень красиво. Адским экшеном не удивили, но проявили. Проявили себя на все сто. Так, вот страйкер игра в сторону. Вот это посмотрите. Чувак с ВП пытается играть. О-хо-хо-хо-хо. Лол, друзья. Тут шведы, по-моему, совсем прокисли. Фюрте ВП на ВП играет. Я не знаю, зачем он пошел в аркаду с авиком на коты. Зачем? Для чего? Зачем Фюрте пошел? Не, Фюрте понятно. Там атаковать надо. Открывать можно ваншотом, если умеешь. Дризер, конечно, перекрыл с ВП тиммейта. Но теперь он не мобильный в планете. И сейчас шведы просто будут полными, наверное, Санта-Клаусами, если не заедут ван на халяву. Ника минус Дризер. Да, вот я играл. Скрип открылся. Там чувак не мобильный. Авик просто не может сфокусироваться нормально. Там на нужные позиции врага. В итоге его сносят. Пробит. Плэнт. Бомба стоит. А МШЗ- там что? Вся Франция покупает АВП, что ли? Ну что за моду они взяли, а? Как в CSGO переиграли. Ну с подсадкой будут играть гибкая МШЗ- Ника. Это уже интересно. Пошел врыв на точку. Здесь дым, кристалл, два спрея и все не туда. А мог довести. Остается трид последний. И триду здесь не выжить. Хотя... Нет, не выжить. Здесь уже дефьюз прошел. 14.5. Ну вот они первые девайсы. Французы конечно оставляют за собой АВП. Но отожгли они сейчас по страшному просто. Что это за логика такая? Почему не оставить АВП в медле, как это делали шведы? Играть зеркально и все будет ровно. Но шведы все равно все-таки более контактные. Они за атаку играют намного жестче, чем делали это французы. Французы старались действовать более безопасно. И не отживаться куда-то. Так, тут как видим ХАЕ. Дым ХАЕ и все такое. По медлу. Расстановка у французов очень хорошая здесь. Два сплента остаются сразу. Один отходит. И вот после скрипа будет стяжка от МШЗ. Да, все, там плюс АВП прием. Но только Нико здесь... Дело в том, что Нико удается открыться на точку, дать минус 2. Кристал с ним в паре. Смотрите, Кристал изначально не палился. Изначально он специально не палился. Но выходил со скрипа так же, как Нико. На случай того, что если будет жесткий размен. Но в итоге по серии просто остается последний. У нас Атлантис, его добивает Кристал. Это 15-5. Это 15-5. Но это ГГ уже, что я могу сказать. Как бы тут, по-моему, все понятно. И вряд ли Франция попробует отыграться. Я думаю, все закончится. Не начавшись, как минимум. Итак. Фюрте, Кристал, Трит. Игра. О-о-о! Тут, конечно, французы решили жестко ворваться. МШЗ, хэдшот, Трит минус 2. Минус 3 от Трита. И минус Атлантис. Нет, перекрестный огонь с Кешмаксом. Нормально решили. Два девайса плюс. Бомба, бомба. Что самое интересное осталось там. Да, да. Она должна быть там. Она должна быть там. Вот на карте ее не видно. Ника минус. Кео Кристал ждет врыва. Атланти ждет. Уж один прошел. Но тут был чек. Стрельба и Ника минус. Это ГГ. Это ГГ, друзья. Ну что, 16-5. Команда ЕДБГ отлетает. Команда ЕДБГ просто отлетает изо всех сил. Назад далеко, далеко, далеко. Я, наверное, уже ливну из Counter-Strike. Да, ливнул из Counter-Strike. Все окей. Можно выйти. Но это третья игра сегодняшнего дня, друзья. Ну и так, мы с вами посмотрели Fnatic. Fnatic RC. Play. CS 1.6. Лига. И пока, пока сказать нечего. Первый день он всегда такой. Мы видели Counter-Strike. Мы видели коллективы, которые действительно сильные. Которые готовы нам показывать красивую игру. Но не все у них в порядке. Не все у них было сегодня в порядке. Не готовились. Moscow 5 Fnatic. Никакого зрелища. Просто игра в одну калитку. Все к команде Fnatic заходило. Ну, дальше что было. Поляки нас не удивили. Во второй половине тоже не стали казнить своих соперников. Ну и, конечно, третий матч ЕДБГ. Шведы. Вы сами все видели. Все было быстро сыграно. И это действительно не особо много интереса вызвало. Ну, послезавтра мы увидимся с вами вновь, друзья. Я буду не один, надеюсь. Я буду вместе с Тафой. Послезавтра будут матчи группы B. И два матча группы B. И один матч группы A. Какие это будут подробнее потом ищите на Киберарене. Ну, а пока... Пока. Я вас оставлю, наверное, с рекламой небольшой. И потом немного музыки. И трансляция на этом закончится. Для вас комментировал сегодня Counter-Strike Slam. Всего вам наилучшего. Играйте в CS. Стреляйте в голову. Не промахивайтесь.